Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, омбудсмен или государственный правозащитник Юри Сиансус у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот еще совсем недавно, ну, наверное, до протеста медиков, правительство все время повторяло, что у нас самый большой вообще в истории Латвии бюджет. Ну, естественно, я думаю, что вас, наверное, больше всего интересует, как этот бюджет отразится, ну, прежде всего, на малообеспеченных людях. Вот согласны ли вы с тем, что вот этот бюджет следующего года сможет, ну, хоть как-то улучшить ситуацию тех людей, у которых маленькие доходы? Я считаю, что нет, и объясню, почему. Видите, политики говорят, что, ну, там очень большая сумма этого бюджета 2020, да, предусмотрены для, ну, всякие социальные гарантии на благосостояние малоимущих или неимущих людей. Но, понимаете, если мы говорим о гарантированный минимальный доход, это 53 евро, да, или уровень, да, минимального дохода 53 евро, политики говорят, о, знаете, там очень большой ревок сделан. Там его с следующего года, 1 января повисит до 20%, да, ну, это, ну, как бы, так на ухо звучит очень хорошо, да, там повисение 20%. Ну, реально, это значит 11 евро, они повесят этот гарантированный минимальный доходный уровень до 64 евро, и это значит примерно 35-35 центов в день. В принципе, если посмотреть так по сути, то, да, 20% это на ухо много, но реальность, в принципе, реальность такая, что это ничего существенно не изменяет. Этим людям. Ну, и надо упомянуть тоже то, что, видите, у нас в Конституции записано, что государство Латвии является социально ответственным государством. Это значит, что государство должно сделать всё, даже невозможное, чтобы гарантировать этот, ну, скажем так, минимальный социальный, ну, как бы, доход или минимальный социальный гарантий, чтобы человек мог себя чувствовать, ну, целый акценник, да, это значит достойно, да, достойно, и, во-вторых, чтобы он мог как-то вырваться из этого болота нищеты, да. Но, как вы видите, то, в принципе, по сути ситуация не меняется. И тоже насчёт пособия социального, ну, дрожь, наверное, по баллу, пособия социального обеспечения, да, 64 евро. Ну, что это такое? Ну, не гарантирован ни минимальный доход, ни вот это пособие. Ну, самое интересное, что даже невозможно объяснить, откуда эта цифра берётся, ведь очевидно, что на 64 евро пожить невозможно. Ну, конечно, ну, конечно, ну, там был старый алгоритм, там старая формула была насчёт этого пособия социального пособия, то более чем 10 лет это не просматривалось, она не соответствует реальности или социальной реальности в Латвии. И там тоже, ну, всякие манипулятивные подходы, как определять, ну, какой уровень должен быть, ну, определён государством. Там берутся всякие методологии, берутся Евростат, берутся государство ИСД, ну, есть какая-то методология местная. Ну, там так манипулятивный подход, но, в принципе, реальность такая, что тем людям, которым надо помочь очень-очень вырваться из этого болота нищеты, и, в принципе, опять они должны идти в социальные службы, всякие государственные или муниципальные институции и попрошайничать. Это абсолютно противо, как это написано в нашей Конституции. Вот интересно, что мы знаем, что ещё, если мне память не изменяет, до 2013 года Центральное статистическое управление делало такие расчёты и минимальная потребительская корзина. Да, можно было хотя бы приблизительно представить, сколько человеку нужно для удовлетворения самых таких простых потребностей. Мы там не говорим о поездке на Канары и так далее. Просто покушать, купить, может быть, самую необходимую одежду и лекарство. Потом, я так понимаю, было решение правительства, что… Изменить эту концепцию. Изменить, больше никто эту потребительскую корзину не рассчитывает. Я так понимаю, что в связи с этим, наверное, и у омбудсмена или у бюро омбудсмена тоже есть сложности чётко рассчитать, а сколько же человеку надо. Понятно, что не 64 евро, это мы понимаем, но вот сколько надо, чтобы он более-менее достойно жил? 200, 250, минимальная заработная плата. Ну, то, что эту концепцию, которую вы назвали, надо было менять, это однозначно. И был очень хороший, ну, скажем так, начатые первые шаги в концепции минимального дохода. Был такой, да. Он, в принципе, застрял в правительстве. Ну, в принципе, в прошлом году, если не ошибаюсь, то в августе правительство утвердило концепции, как там развить вот эти все социальные вопросы, но главным образом фокусируясь на минимальный доход. Ну, и там была очень-очень нормальная формула, да, чтобы, ну, когда определяешь, сколько, ну, каким людям надо, какие нужды, то, в принципе, более-более-более нормальный такой алгоритм формула. Ну, если что, ну, меня часто сейчас спрашивают, ну, как мы обосновываем наши иски в Конституциональный суд, ну, сколько надо, да, вот какой минимум? Да, вы же подали в Конституциональный суд, и было принято это, да. Три наши иски приняты, да, и у нас есть, скажем так, наше, ну, как бы, требование или наша позиция, она обоснована на, тут есть даже такой документ, который финансировался Европейской комиссией, это называется «Эйробс Буджет Парауктыхлс», да, 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 где, ну, вот, в этом, в этом проекте рассматривали, рассматривали, ну, ситуацию в Риме. В 2015 году, ну, сколько надо, ну, скажем так, потребительский минимум, ну, тут только о пище идет речь, да, ну, сколько надо, скажем так, евро на еду, самый минимум, чтобы, ну, скажем так, на качественной еда минимальный вот этот уровень. И тут ясно скажено, 153 евро одному человеку. Это вообще минимум? Это минимум, да, там, это… Не говоря о других расходах, которые неизбежны. Ну, конечно, ну, смотрим, но если насчет квартиры, да, или, ну, жилье, то тоже, это уже по нашему статистическому бюро оценка, минимум в среднем 150 евро, это только, ну, на жилье, да. Ну, посчитаем, ну, 153 на еду, 150 евро на жилье, это без коммунальных, это если чисто арендовать, да, квартиру. Ну, если квартира, она уже, ну, предложить, ну, собственность, ну, скажем так, неимущему или малоимущему человеку, то, в принципе, там, ну, это 150 евро, как минимум, на коммунальные. Да, так что, ну, в Риге даже если… Получается, 300-400 евро – это вообще минимум такой, чтобы вообще прожить. Ну, конечно, ну, там даже если дальше смотреть, да, если дальше смотреть вот эти обоснования в наших исках в Конституциональный суд, то там примерно так и получается, примерно, ну, 500 евро – это самый минимум, чтобы человек мог, ну, скажем так… По минимуму, но качественно как-то прожить и уже думать, как вырваться, как, ну, развиваться. Вот тоже такой интересный вопрос. Мы знаем, что Литва, Эстония уже значительно оторвались от нас по размеру минимальной заработной платы, да, ну, у нас там были разные обещания политиков, 3 по 500, что мы только не слышали, это, может быть, отдельный разговор, отдельная тема, но, тем не менее, вот мы же все-таки находимся в Европейском Союзе, и, наверное, граждане Латвии вправе требовать хоть какого-то более-менее достойного уровня… Равноправие. Равноправие, с учетом того, что мы все-таки находимся в Европейском Союзе, мы же все-таки при всем уважении ни с Таджикистаном себя будем сравнивать, ни с Туркменией, ни с Монголией, да, мы же все-таки в Европейском Союзе находимся. Да, да. Ну, я так слышал, я видел, что новая Европейская комиссия в этом плане, они что-то там задумали, было какое-то даже интервью или какой-то материал в СМИ, где, ну, указывалось, что надо найти какую-то формулу, как определить вот этот, скажем так, минимальный этот доход, да, который, ну, утвержден государством, потому что, ну, у нас тут получается не только такая двухскоростная Европа, тут уже какая-то пятискоростная Европа, и я думаю, что это тоже, это один из очень важных принципов нарушен, да, принцип, ну, не дискриминации, да, или это даже не будет очень-очень правильно, но если мы в одной европейском пространстве, да, у нас одна нормативная база, ну, самым главным образом хочу сказать, что у нас общие принципы, общие свободы, то, ну, тут тоже должно быть, ну, какие-то там, какие-то там логические нормальные алгоритмы, ну, чтобы определить, ну, какой позволяется установить государству минимальную зарплату, потому что тут получается по принципу, ну, ну, так, каждый год немного там повисим, это так для виду, ну, по сути, в принципе, это минимальные зарплаты, которые сейчас в Латвии, да, 430 евро на бумаге, в принципе, если там, ну, посмотреть, как это влияет на человека, который такой снимает, он нищий, он нищий сейчас, и он нищий будет тотально, абсолютно нищий в будущем, потому что там эти минимальные социальные взносы, да, социальный бюджет, это значит, что в будущем, если там, не дай бог, какая-то там инвалидность или другие, да, там… Это еще больше нищета. Это все, это, в принципе, это конец, да, и если мы уже даем такой, ну, вот такой сигнал, это даже не сигнал, уже годами мы даем вот такой вот этот, развиваем вот этот принцип неблагосостояния, да, я хочу подчеркнуть, неблагосостояние в будущем, то, ну, никоим образом я не могу согласиться с тем, что Латвия идет в социально ответственную, ну, государство или в сторону. Вы здесь абсолютно, наверное, правы, потому что вот когда общаюсь с какими-то знакомыми, которые должны выйти сейчас на пенсию, да, и мы видим, что, хотя нам все время говорят, что у нас самая лучшая в мире буквально пенсионная система, вот как это все построено и так далее, когда они залезают вот на сайт, можно проверить, какая у тебя приблизительно будет пенсия, притом это люди, которые работают, это не те, которые там сидят на пособия, и они, когда они сопоставляют свою зарплату, те налоги, которые за них уплачены, они видят, что они жили не очень, скажем, богато, так это мягко говоря, и они понимают, что даже поработав 40 лет и даже больше, они все равно обречены, ну, почти, если не на нищету, то на бедность. И получается, что, если мы говорили, ну, вы понимаете, вот эти пенсионеры, которые ушли на пенсию до 96-го года, это советские накопления, сами виноваты, на кого они работали, на оккупантов и так далее, да, то сейчас уже прошло 2019 год, люди уже после этого сколько отработали, и они смотрят, ну, 200 евро, 220, 250, 300, то есть... Это абсолютная нищета. Да, и такое ощущение, что, может быть, это правительство делает, ну, не хочу сказать сознательно, но понимая, что потом эти люди обратятся в самоуправление, и этот весь груз, нагрузка ляжет на самоуправление. Нет такого у вас ощущения? Это ведь то же самое с бесплатными обедами. Говорят, ну, самоуправление вам поможет. А у вас минимальная зарплата, вы мазну дула, шинаты, самоуправление вам поможет. Не, ну, видите, насчет бесплатных обедов, там надо было пересмотреть этот концепт, который был, да. Да, есть много сигналов таких, что, знаете, там дети даже не кушают эту пищу, там надо комплексно смотреть. Чем поймать и зачем это? Для парфом или это реально? Да, 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 да. Вот если есть дети, которые нуждаются в школьной пище, да, конечно, самоуправление должно это обеспечить. Почему самоуправление? Потому что среднее образование, ну, и Бэндарз и средняя школа, это, в принципе, аутономная функция самоуправления. То, что исторически там как-то Министерство образования и науки что-то там распределяло, какие-то там денежные потоки, это так было и есть. Но я думаю, что если самоуправление ответственно за, ну, дрожь наша, на обеспечение детсадов и среднее образование, то пусть самоуправление и решает эти вопросы, да. Государство или министерство, та или другая министерство, как, ну, Пол Тиксвейдо, та, как... Да, как те, кто эту политику создают. Создают, да, они должны смотреть вот эти политики, которые созданы правительством и парламентом, чтобы они равномерно и качественно, в принципе, и были имплементированы в социальной реальности. Но, хочу подчеркнуть, самоуправление должны сами ответственно подойти вот этими вопросами и обеспечить то, что по закону они должны обеспечить. Может быть, такой вопрос, который, ну, не знаю, всегда, наверное, возникает такая дилемма, где начинается там право человека, где компетенция действительно правозащитника, а где, не знаю, вопрос политики или выполнения закона. Я так предваряю, это хотел предварить вопрос, связанный вот с медиками, да, но это обсуждается уже который месяц. С одной стороны, был принят закон, где медикам было обещано, да. С другой стороны, не знаю, если к вам обратятся, вы можете сказать, ну, у нас медики, да, у них не очень высокие зарплаты, но все-таки это немалообеспеченные люди, вроде это не ко мне. Это вы решаете с политиками. Как, на ваш взгляд, вот отказ, не знаю, правительства и сейма исполнять принятый ими же закон, это нарушение права человека? Конституции? На мой взгляд, да, это нарушение Конституции, потому что, ну, видите, ну, как это так, ну, принимаем законы, да. Заранее, зная, что не будем его исполнять. Это уже, в принципе, я думаю, это должно было как-то наиболее, наиболее, ну, осуждаться обществом, да, гражданами, потому что это, в принципе, это не только грубость, это даже, я бы хотел, ну, так, может быть, это будут громкие слова, но даже, может быть, надо рассматривать до уровня какого-то уголовного ответственности, потому что это же, это, понимаете, это как-то обещают, записывают в закон, принимают, потом говорят, знаете, это было такое, вот мы так вот как-то так, это значит, как это получается? Коалиции не было, да. Ну, что значит, не было коалиции? Ну, что значит? У нас же семь легитимен, он принял закон, надо исполнять, да. Да, ну, или тогда получается так, что все предыдущие принятые законы не этой коалиции, они, в принципе, ну, это как, что с ними делать? Можно не исполнять. Можно не исполнять. Это так, как вот такое, ну, вот если так посмотреть, это, конечно, как метафора или немножко с иронией, или, да, но, в принципе, потому что я думаю, ну, какой сигнал это обществу? Ну, знаете, мы приняли решение, а правительство, в принципе, ну, как, правительство должно исполнять то, что записано в законах. Она, зная, что она не может, она, ну, как бы, вот эту нагрузку, или, ну, да, она передала в парламент. А парламент, ну, знаете, это был закон обещаний, а не закон законный. Ну, в принципе, извиняемся, не можем исполнить. Ну, в принципе, ну, это так, ну, как бы, с юмором, но с иронией. Ну, если, ну, серьёзно, то понимаете, ну, у нас в Конституции записано, что 111 статья, да, что государство обеспечивает гарантированную медицинскую, ну, или систему медицины, ну, минимум. Ну, минимум, это значит, что, ну, посмотрим, какие международные документы по правам человека там говорят, они говорят, что этот минимум самый наибольший физический и ментальный уровень, ну, здравосостояния, да. Это значит, что это надо смотреть комплексно. У нас даже не получается в многих ситуациях, даже не получается вот этот минимум, потому что очереди очень долгие, эти, ну, которые лидзмахсайумы, они... Да, софинансирование, одни из самых больших в Европе, в Европейском Союзе. То есть, тоже тут, я считаю, нарушен тоже принцип, который, в принципе, гарантирован Конституцией, это принцип права на соответствующую зарплату, да, достойную и соответствующую зарплату. А получается, что многие медики, особенно, ну, молодые, новые медики, они, ну, не получают соответственную и достойную зарплату, потому что они должны работать не в одну, там, скажем, смену, да, они должны работать, чтобы себя нормально, ну, заработать на жизни, они должны работать там две смены или больше, или исполнять не только одну норму, ну, как это получается, 40 часов в неделю, но, в принципе, они должны переработать, и там есть ситуации, где они два-три раза больше работают. Юрий Сеанс из нас в студии, омбудсмен, привёмся буквально на пару минут на рекламу, не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, добрый день, ещё раз омбудсмен государственной правозащитики Юрий Сеанс из нас в студии. Вот очень хорошую тему вы затронули, которая, наверное, волнует большинство латвийцев, если не каждого, это, конечно, вот этот минимум медицинской помощи, потому что на словах, на бумаге вроде кажется, что у нас он в какой-то степени обеспечен. Я, может быть, не говорю совсем о неотложной помощи, когда вызывается скорая, и человека там отвозят, когда есть действительно угроза жизни, вроде эта система ещё более-менее работает. Но там, где нужно провести какое-то обследование, где потом тоже может случиться неотложный случай, говорят, что-то, конечно, у вас есть право, даже квоты есть. Вот вы сейчас звоните, в декабре месяц, вы не волнуйтесь, на апрель месяц 2020 года вы обязательно попадёте. И действительно, на бумаге кажется, что человеку уже не отказали. Его на апрель записали. Но мы же понимаем, что это разве есть гарантированная медицинская помощь? Это похоже на издевательство. Ну, вы очень-очень хорошо в своём вопросе, в принципе, даже уже дали ответ, потому что на бумаге всё как бы в порядке. Это значит, что что у нас важнее, человек или бумага? Ну, оказывается, бумага. Ну, я тоже считаю, что эта ситуация, она неадекватна и запущенная годами. Реальные какие-то шаги, что-то поменять, улучшить ситуацию, я в общем не вижу. Почему? Потому что, опять, я должен коснуться теми финансированной госмедицины или системы медицины. Вы видите, уже годами, уже годами, и посол Светлой Ипс-организации, это Семьер-организация здравоохранения, она в своих рекомендациях говорит, что как минимум, как минимум финансирование, базовое финансирование для госмедицинской системы должно быть 5-6% от нашего валового продукта. Это значит что? Это значит, что примерно два раза больше, как это на сей день. Это значит, что в принципе мы с этим бюджетом, который там тоже, я понимаю, там есть какие-то черные дыры или какой-то черной материи, где очень много какие-то там средства уходят, даже не знаем куда, но в принципе базовый уровень, он недостаточный, чтобы гарантировать качественный вот этот минимум. Но если так посмотреть, по среднему тоже, ну, очень политики часто используют, ну, какие-то там методологии или статистику, или какие-то там цифры от ОСИД, то там минимум, минимум 6-7%, там даже есть страны вот этого общества, где бюджет составляет даже больше 14% от валового продукта. Ну, понимаете, это совсем другой уровень, совсем другие подходы. И когда еще Чакша была министром здравоохранения, она назвала какую-то цифру, что каждый день, если правильно я помню, что каждый день умирает примерно 17 человек, потому что они не получили доступ к системе здравоохранения, или потому что некачественные, да, вот эта медицина была. Ну, я думаю, что тут тоже не будет лишним напомнить, что каждый год у нас примерно 15 тысяч новых случаев инвалидности, да, где люди получают ту или другую категорию инвалидности, да, вот эту, ну, начальную, первую, да, и это тоже сигнал тому, что в этой системе, ну, в принципе, важная бумага, а человек – это не ценность. Так что тут, если политики, и особенно правительство, и министерство, в общем, не будут менять свое отношение к этим вопросам, не менять, ну, как бы, менять тоже, ну, эти, эти... устадуемые, да... Установки. Установки, то система не поменяется. Ну, бумага потерпит все, но человек – нет. Да, это самый главный принцип, что надо понять. Да, вот я не знаю, успели вы ознакомиться, не так давно было письмо целого ряда присяжных адвокатов, которые выражали тревогу по поводу того, что сейчас в Сейме, в юридической комиссии рассматриваются поправки в уголовный закон, ну, который ставит под сомнение или под угрозу принцип презумпции невиновности и фактически могут заставить человека свидетельствовать против себя, если он подозреваемый, и это, наверное, тоже один из базовых принципов правового государства – презумпция невиновности. Вот как вы на это смотрите, привлекая ли вас в качестве, не знаю, экспертов к этому вопросу? Нет, ну, нас комиссии приглашают очень-очень часто, это факт, но сейчас я очень конкретно не могу высказываться по этому вопросу, потому что по сути мы только еще, как говорится... Только в начале процесса, да? В начале процесса этого вопроса. Но, видите, если говорить по принципу, что мы отступаемся или отказываемся от принципа презумпции невиновности, это, мне кажется, неправильно, это неправильно. Но с другой точки зрения, если посмотреть, то в мире есть и другие модели, да? И в мире есть тоже государства, которые, в принципе, не гарантируют вот этот принцип, а в принципе, наоборот, там даже принцип, что ты должен доказать, что ты невиновен, да? Ну, я хочу сказать, что, в принципе, наша традиция, ну, принципа презумпции невиновности, и этот принцип надо бы сохранить, да? Это мое такое мнение. Поскольку, я думаю, наши радиослушатели тоже помнят, что вы не так давно на этих выборах президента тоже были в числе кандидатов, я ни в коем случае не хочу вас сталкивать с нынешним президентом, но вот возникает вопрос из того, что вы сказали, да, что вот мы видим закон, вот о финансировании здоровья, в частности, там еще, кстати, семь законов, в которых не соблюдается, там обещание педагогов, это казалось бы, да? И высшее образование, и наука, и так далее, да. Плюс вот этот вот гарантированный минимальный доход тоже мы видим, что нереально. И многие, наверное, ждут от президента, у нас, конечно, парламентская республика, тем не менее, многие видят в президенте гаранта соблюдения конституции. Есть определенный механизм у президента, право законодательной инициативы, право возвращать закон обратно в парламент, право созывать в неочередное свидание правительства со своей повесткой дня. Тут можно по конституции много чего продолжать, перечислять. Пока эти механизмы, я понимаю, что президент еще совсем недавно на своем посту, не кажется ли вам, что и господину Левицу здесь уже пора каким-то образом, не зная свой авторитет, влияние применить, а не просто какие-то общие высказывания, что типа, ну, раз законы вы не хотите соблюдать, поменяйте его. Вот такой был месседж от президента. Не нравится закон? Поменяйте. Я думаю, видите, в этой ситуации, вот, что связано было с бюджетом и многими сопровождаемыми законами или законопроектами, бюджетному закону или проекту, он, ну, был в очень-очень такой, ну, серьезной ситуации. Потому что, видите, можно, ну, с одной, ну, как бы, стороны посмотреть и дать обратно парламенту рассмотреть, да, вот-вот-вот закон о бюджете или там какие-то другие законы. Да, такое право он имеет, ну, и президент принял, наверное, ну, такое решение, как, ну, заломанское решение, да, и... Подписал, да? Подписал и дал конкретные указания парламенту и правительству такие ошибки, ну, так мягко выражаясь, больше не делать, да, потому что, ну, как... Ну, и мое мнение, я не знаю об основании, ну, действий нашего президента, но мое мнение такое, что он принял такое, ну, заломанское решение и избавил страну от, ну, какого-то, ну, скажем так, большого или небольшого хаоса, да, потому что эти вопросы, которые связаны, конечно, долгосрочностью государства, очень-очень важны, да, ну, здравоохранительная система образования и социальной гарантии и так далее, и так далее, но там есть тоже, ну, хорошие, хорошие, ну, в этих законах, не только вот этих, говорят о том, что плохо, ну, конечно, об этом надо говорить и надо как-то ситуацию менять, но там есть и тоже какие-то хорошие, ну, разработки, наработки, и, ну, так вот надо как вот так что-то взвесить, отдать обратно в парламент этот закон и, да, все, что связано с бюджетом, или принять его и с Лунат, и дать парламенту конкретные, как бы, указания, что и как должны они соблюдать. Ну, конечно, главным образом соблюдать вот то, что записано в нашей Конституции и все решения, которые они принимают, они должны приниматься транспарентно, но главным образом, чтобы они были справедливы, да, и, ну, с точки зрения тоже, ну, Тесискома, да, чтобы они были... С точки зрения, да, законные или... Да, да, законные, да, так что можно всяко посмотреть на решение президента, но я думаю, это был... Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас же идет сбор подписей на референдум, да, посмотрим, насколько активным будет общество граждан Латвии, да, и как они оценивают вот эту сложившуюся ситуацию. Я думаю, что то, что граждане сейчас более активно, ну, смотрят на то, что происходит в стране, это очень хорошо, и, ну, надеюсь, что это тоже такой, как бы, хороший, ну, сигнал политикам, политикам в парламенте, политикам в правительстве, политикам в самоуправлениях, что, ну, граждане оценивают ситуацию и оценивают, вот, какие решения политик принимает, и что они, как бы, ну, дышат в затылок. Да, вот, может быть, такой вопрос, который я хотел вам задать, поскольку у нас декабрь месяц, обычно в декабре принято какие-то итоги года подводить, все-таки вы уже довольно давно, на должности обыцмены у вас есть возможность сравнивать и по временным каким-то моментам. На ваш взгляд, все-таки ситуация в правозащитной сфере, я понимаю, что это будет средняя температура по больнице, все-таки улучшается или нет, или вот те тревожные проблемы, которые вы в свое время констатировали, когда только заступили на этот пост, вот эти болячки так и не удалось бы излечить? Не, ну, направление, принципы, развитие и укропление, ну, такая, тесы и псустаисные к тесу, да, вот, и юстиции, направление правильное, да. Я не уверен насчет вот сейчас вот этих экономических специализированных судах, я не уверен, потому что я еще не видел ни концепции, ни аргументации, и там очень много критики со стороны экспертов, юристов, адвокатов, что там больше рисков, чем, ну, как, адлабум, да? Да, чем польза какой-то. Чем польза, да. Ну, в общем, если посмотреть на юстицию, то, конечно, самое такое слабое звено – это измеклэйшен, это… Расследование. Расследование, потому что, видите, у нас, ну, вот я тоже, когда еще ехал по мониторинговым визитам по самоуправлению и так далее, то мы тоже встречались с представителями полиции в регионах и так далее, и так далее, видите, там было даже такие абсурдные ситуации, не абсурдные, но реальные ситуации, что на одного следователя там даже до 120 уголовных дел. Ну, вы подумайте, ну, как качественно, как эффективно один следователь может, ну, расследовать вот такой большой объем. И это не только, как бы, способности и, ну, работа следователя, это тоже связано с экспертизами и так далее, и так далее. Если там надо ждать какие-то там экспертизы, там очень-очень долго, конечно, но расследование, оно стоит. Ну, и генеральный прокурор на ежегодных своих конференциях прокуратуры, он не раз подчеркнул то, что материал, который, ну, уголовный, вот эти материалы, которые приходят в прокуратуру уже, чтобы начать уголовное преследование, преследование, да, то они некачественные, очень многие, в принципе, возвращаются обратно уже следователи. Это тоже проблема, я уже не говорю о том, правда, сейчас вроде какие-то улучшения наметились, что судопроизводство длится годами, иногда десятилетиями, да. Здесь тоже, наверное, всегда возникает вопрос, конечно, всякие бывают обстоятельства, но когда, не знаю, свидетеля или подозреваемые спрашивают, вы знаете, на дворе 2019 год. А что вы делали там, не знаю, 17 октября 1997 года? Он уже, я извиняюсь, не помнит, что он делал, может быть, преслед тому назад, ему за 70 лет. Это всегда возникает, наверное, вопрос о справедливости суда. Ну, видите, это тоже, ну, важно подчеркнуть, что уголовный процесс в суде, это тоже по принципу соревнования, да. Да, состязание за прокурором, адвоката, да. Да, 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 прокурор говорит, что вот тот или другой человек, обвиняемый, он виновен, да, и старается доказать его вину, а адвокат, ну, как сторона защиты, да, он делает свою работу. Ну, и суд дает оценку этому соревнованию, этому процессу. Так что, ну, то, что вы говорите, что там, ну, помните там, что там случилось в 1997 году? Конечно, ну, есть такие ситуации, но сейчас уже, если только посмотреть, то, в принципе, Латвии, ну, все меньше и меньше конституируются вот такие, что, ну, со системного подходу, да, такие очень долгие... Потому что там уже о справедливом суде не может быть речи, когда в событии 20 лет тому же. Да, ну, эта ситуация изменилась, и она меняется. Но есть, конечно, там, мы слышим, там есть даже больше, чем 10 лет идет один судебный процесс одного известного человека. Ну, видите, там тоже, ну, там, ну, я понимаю, очень сложное дело, там много... Много-много всего в этом деле, да, но все равно, мне кажется, это долго, долго. Это только первая инстанция. Это же мы говорим и по золитуде, это очень больной вопрос. Ну, уже... Трагедия века, по существу, да. Конечно, ну, трагедия века, да, 6 лет, а говорили, что в течение двух лет. А еще первая инстанция не закончилась, да? Ну, не закончилась, и это тоже сложный, сложный судебный процесс, но... Ну, тоже, ну, в Конституции записано, что Латвия – это правовое государство, это значит, что механизмы должны быть правовыми, это значит тоже, что они должны быть эффективными, да, и если что-то происходит годами, и вот эта, ну, справедливость не удается установить, да, то, ну, это, ну, такой отклон от этого принципа, да, это тоже опасно для государства, которое говорит, что она социально ответственная, она правовое государство и, ну, в таком образовании. Ну, это последний вопрос, фактически, с того, с чего мы начали, я так понимаю, что теперь нужно ждать каких-то решений Конституционного суда, поэтому гарантированно минимальному доходу. Вы сами... Ну, у нас три иска там, три иска, да. Вы сами все-таки, ну, будучи юристом, какое вы ждете решение, потому что, ну, если мы посмотрим ретроспективно на решение Конституционного суда, обычно они очень осторожны, что касается финансирования, да, потому что, в любом случае, все упирается в какие-то возможности бюджета, ну, наверное, Конституционный суд не может сказать, вы знаете, ну, может быть, я открыл, вы платите не 64 евро, не знаю, платите 364 евро. Нет, ну, самое главное, что Конституционный суд, он абсолютно свободен в своих решениях и то, как он принимает вот эти судебные решения. Ну, понимаете, если бы я не был уверен в том, что мы, ну, это я с коллегами... Правы совершенно, да. Правы, да, то мы бы не обратились в Конституционный суд. Это во-вторых. А в-третьих, то, что я надеюсь, что Конституционный суд, когда, ну, он будет рассматривать это дело и в конечном итоге в своем судебном решении, он даст какой-то, ну, скажем так, конкретные такие направления, если можно сказать так, да, как должно действовать в той или иной ситуации или как должно правительство или парламент интерпретировать вот эти принципы, да, которые мы говорим, что вот принципы есть, они утвердены и в Конституции, и в других международных документах по правам человека, что они не соблюдаются, потому что вот правительство принимает такие решения, парламент принял конкретные такие решения. И напомню, это гарантированный уровень гарантирования минимального дохода, пособия социального обеспечения, да, 64 евро, уровень бедности 128 евро. Ну, что это такое? Если 129 евро, то, в принципе, человек не соответствует этому принципу, он не получает, он не признается, он, нет, ну, не признается фактически, не признается фактически, малообеспеченным, да, государством, что он неимущий или малоимущий, и он, в принципе, не получает какие-то там пособия, чтобы, ну, протянуть как-то до следующего пособия. Юрий Сеанцев у нас был в студии, омбудсмен, большое спасибо.